Понедельник, пятница и воскресенье. Ночное, утреннее и вечернее время суток таковы пиковые точки, когда согласно статистическим данным совершается наибольшее количество краж, подавляющее большинство из которых кражи личного имущества. К последнему относится и велосипед, любимое транспортное средство не только тех, кто ратует за здоровый образ жизни, но и тех, кто жаждет получить быстрые и на первый взгляд легкие деньги от перепродажи краденого железного коня. Несмотря на все предпринимаемые меры, нам и совместно с общественными организациями, рост данного вида преступлений продолжается у нас. Если в прошлом году было зарегистрировано 75 таких преступлений, то в этом году уже 116. В большинстве случаев в том, что велосипед, как говорится, увели, виноват сам владелец транспортного средства. Почти 70% краж совершены путем свободного доступа. То есть транспортное средство находилось без присмотра и не было зафиксировано никаким защитным механизмом. Основной причиной, конечно, является беспечность и доверчивость самих граждан, которые не принимают мер к обеспечению сохранности своего имущества. И оставляют велосипед, не пристегнув его специальным запорным устройством. Велосипеды, как правило, похищаются из общественных мест. Это от объектов торговли, с частных дворов, где также владельцы оставляют их беспечно, без присмотра. Ну и возле медицинских учреждений, селесполкомов. В первую очередь, сам владелец транспортного средства должен позаботиться о его сохранности. Правила, которые для этого необходимо соблюдать, просты. Важно не бросать верного коня в местах, для этого не предназначенных. Как правило, в населенных пунктах есть велопарковки. А также приобрести запорное устройство и использовать их в соответствии с инструкцией. Один из способов борьбы с велокражами, что называется, на перспективу, был представлен и в рамках прошедшего круглого стола. Пришла такая мысль для того, чтобы каким-то образом помочь органам внутренних дел предотвращение краз маркировать велосипеды. То есть, очень такая простая идея, не нами придумана. Специальным приспособлением номеровать, допустим, на раме вот такой номер от ноля и до конца. Потом покрывать его таким стиком прозрачным. Для того, чтобы, если бы велосипед будет украден, то, во-первых, не особенно на него позарятся там вары. Потому что там будет на раме явно видно, что велосипед отмаркирован. Второй, даже если он будет украден, ну, можно там зачистить, закрасить. Ну, это момент такой уже достаточно, нужно потрудиться. На самом деле, чтобы защитить свое имущество от людей нечистых на руку, существует далеко не один способ. Однако, как ни странно, велокраж при все большей информированности и только пополняющемся изобилии всевозможных устройств для фиксации транспортного средства становится только больше. Закрадывается вопрос, быть может, велосипед, наспех брошенный без замка на площадке, не оборудованной велопарковкой и камерами видеофиксации, не так уж и нужен его владельцу.